Примите, пожалуйста, мои поклоны. 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 Половинка Ри, левая половинка Ри. Гласный Ри. Да-да, я понял, да-да. Сейчас у меня нет ее под рукой. Все, я понял, я понял. Спасибо. Спасибо. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Все действия, все глаголы происходят от Господа Хари. Они являются его играми. И я опишу их в соответствии со своим пониманием. Здесь у нас, кстати, два глагола. Два глагола первого лица множественного числа. Это правартанте, исходить. Правартанте, он исходит. Это глагол атманы пады. Кстати говоря, мы говорили, есть глаголы парасманы пады. Это было бы правартанти, исходят. Это глагол атманы пады. Правартанте. Кри-а-га. Глаголы. Сарва. Все. Итак, еще один глагол здесь. Нерупьянте. Нерупьянте – это уже пассив. Наша прошлая тема. Дживага с вами говорит, как бы, в пассивной форме. Они описываются. Нерупьянте. Ядха мати в соответствии с пониманием. Ядха как мати разум. В соответствии со своим пониманием. Нерупьянте ядха мати. Мати. Хорошо. Итак, это у нас раздел Акьята Пракарна. Споряжение глаголов. Сегодня мы его завершаем. Мы вкратце давайте вспомним некоторые основные положения. Мы обсуждали, есть три типа слов в санскрите. Основные – это, конечно же, Крия или Крия Пада. Глаголы. И глагольная основа мы называем дату. А также это намы или пады – это имена. Широкая категория, куда попадают существительные, прилагательные, стремение, причастие, идеи, причастие, различные слова. И, наконец, авьяя. Авьяя – слова, которые не меняют свои формы. Как, например, слова «ча» и «союз» или «не тем» всегда. Слова, которые не меняют свои формы. Но глаголы и имена свои формы меняют. И мы рассматриваем на протяжении последних занятий с вами глаголы. Принцип образования глаголов такой же, как до этого мы обсуждали принцип образования имен. Когда мы говорили о склонении имен, то у нас была основа, как бы нулевая словарная форма, прокрити или протипатика, которым мы прибавляли некоторые суффиксы, или бакти, или вишну-бактика, как это называют, джива-гасвами. И уже получали саму форму склоняемое слово. Саму форму слова в том или ином падеже. Уже саму паду. С глаголами принцип, как мы могли убедиться, очень схож. Тоже у нас есть глагольная основа, глагольный корень. Он называется «дгату». И к нему прибавляются глагольные суффиксы, которые называются «акхията». Именно поэтому раздел этой грамматики называется «акхията прокарана». И в результате мы уже получаем сам глагол, саму глагольную форму «крия-пада». Или просто «крия-пада». К основе прибавляется суффикс. Окончание по-разному называют. И получается сама уже глагольная форма. Мы с вами делали обзор также десяти времен. Десяти времен. Настоящее время. Три формы, которые соответствуют модальным, как бы используя модальных глаголов. Три формы прошедшего времени. И две формы будущего. И одно условное наклонение. Это десять времен глаголов, которые, впрочем, не надо путать с десятью классами глаголов, о чем мы поговорим сегодня. И тех, и других десять. Но это разные вещи. Об этом мы сегодня поговорим. Итак, десять времен. Это была тема наших двух или трех занятий. Также в прошлый раз и позапрошлым мы говорили о глаголах «парасмаепада» и «атмаепада». Формы глаголов, когда действия направлены на других и когда действия направлены на себя. И, соответственно, каждая из этих форм глаголов, она характеризуется своим набором глагольных суффиксов. Получается, что если, как мы читали комментарии Шилы Бакистанта Сарасвати, если в одном времени глагол имеет девять форм, это три лица и три числа, потом у нас десять глагольных времен. Получается, мы должны три умножить на три – это девять, еще умножить на десять – это девяносто. Еще для многих глаголов есть две формы – «парасмаепада» и «атмаепада». Еще, получается, количество глагольных суффиксов умножается на два, и всего мы получаем сто восемьдесят форм. Сто восемьдесят форм. И, да, для напоминания просто вот примеры, как мы прибавляем глагольные суффиксы к глаголам «парасмаепада» и «атмаепада» к глаголам «бадж». Окончание, видите, разные суффиксы для «парасмаепада» и «атмаепада». «Баджати» в «парасмаепаде», но «баджате» в «атмаепаде». Хорошо. Ну, сейчас я хотел бы перейти к основному моменту, который мы обсудим сегодня – это классы глаголов. Что такое классы глаголов? Мы уже вскользь говорили об этом. Итак, да, для образования глаголов к ним прибавляются определенные глагольные суффиксы или глагольные окончания, как мы только что рассматривали. Но при этом с глагольными основами, с «дга», тут происходит еще некоторое преобразование. Вот как мы вернемся к предыдущему слайду. У нас есть глагольный корень «бадж», но вы видите, что перед тем, как прибавить глагольное окончание «ти», появляется еще дополнительное «а». Мы получаем не «баджти», что как-то не очень звучит, но «баджати». И вот это прибавление «а» дополнительного суффикса, оно как раз является характерной чертой глаголов первого класса. Глагольные классы в санскрите называются по именам характерных глаголов, их представляющих. Например, первый класс, он называется «бвади», «бвади», но такое неблагозвучное какое-то название, но это означает, что глагол, который представляет этот класс, это знакомый нам глагол «бу». И что такое «ади»? «ади» означает «и так далее». Обычно это стандартный пример для санскрита, когда говорится одно слово, а потом прибавляется «ади», и это означает «это слово» и так далее. Итак, первое слово «бу» и потом «ади». Потом, вы же помните, что есть правило санхи, да? Каким образом, почему? Что это за правило, по которому мы «бу» плюс «ади» получаем в «ади»? Помните, как мы называли это правило санхи, и что и какой характерный пример для его применения? У плюс «А» становится «В» плюс «А». У плюс «А» становится «Ва». Манвантара? Манвантара, спасибо, Надь Кришна. Да, Манвантара. Точно так же здесь «бу», «ади» получается «бвади». Класс называется «бвади». Логол «бу» характерно для него означает «быть». И как бы здесь «карья» или, ну, помните, мы говорили, что «карья» означает операция, грамматическая операция. Это вставка вот этого промежуточного сутфикса «а». До этого, конечно, там есть определенные правила, по которым «бу» становится «бав», но потом еще вставляется это «а», и мы получаем форму «бавати». Или «баджати» в случае глагола «бадж». Глагольный корень «бадж» – это тоже глагол первого класса. Хотя есть и другой «бадж» из другого класса, но мы еще посмотрим. Например, глагольный корень «дрыш» «смотреть» у него основа, не будем сейчас остановиться на этом примере, да «дрыш» он преобразуется в «паши», и потом еще вот этот суффикс «а» и мы получаем «пашяти». Впрочем, я прошу прощения, давайте мы на «пашяти» сейчас не будем смотреть. Я бы сюда вставил, но я сейчас засамевался, что он глагол первого класса. Пока что «бавати» и «баджати». Еще «пашяти» потом, мы чуть позже посмотрим. Хорошо. То есть для первого класса, первый класс – самый распространенный класс. Самый распространенный класс – это именно первый класс, подавляющий, может быть, сказать, 90% глаголов относятся именно к нему, к первому классу. Я думаю, будет хорошо, если мы откроем дату «падху». Сейчас я открою. Вот так, да? Хорошо. Сейчас мы включим. Вот, вы можете посмотреть вот эти номера глаголов. Для каждого глагола, например, глагол «ак» – маркировать, отмечать. Это глагол первого класса, который влияется «атман и падай». Поэтому первое лицо единственного числа будет тогда, очевидно, «акатэ». Или глагол «адж». Глагол «адж» – вот здесь «идти», «двигаться», «драйв». Ну, ехать, очевидно, да. Тогда эта форма парасмопада будет «аджати». «Аджати», «он», «са», «аджати». «Са», «аджати». Ну, правильно будет сказать «со», «аджати». Да, если что-то правило «санхи». И так далее. Там какой-нибудь еще известный глагол можем найти. Еще какой-нибудь более известный. Вот хороший «ричх», да, «ричх». Часто очень в «багавагите» используется. «Ричхати», говорит Кришна, приходит, достигает, движется, да, «ричхати». Кстати, говоря в английском языке, есть глагол тоже очень похожий. Он так и звучит «рич». «Ричхати», да. Парасмопада – первый класс. К основе «рич» будет прибавлено, прибавлен суффикс «а». Мы получим форму «ричхати». «Твам» – ты, «ричхаси», «ахам» – я, «ричхами». Прибавка вот этого «а» является, суффикс «а» является характерным почти для всех, скажем так, для многих времен, не только для настоящего времени, для многих времен является, в других некоторых формах времен могут быть определенные трансформации. Сейчас мы на этом не будем останавливаться. Хорошо, так, нужно говорить о презентации. Вот это глаголы первого класса, еще раз. «Бавати», «баджати», «ричхати», «джанати», «рождать», «рождает», «джанати» и так далее. Второй класс интересен тем, что в нем отсутствует этот промежуточный суффикс. Берется основа, и к ней просто прибавляются номинальные суффиксы того или иного времени. Характерный пример – это глагол. Этот весь класс называется «ададьи» по имени глагола «ад». Кушать, вкушать пищу, принимать пищу «ад». Поэтому, например, когда мы говорим «он ест», мы говорим, сказали бы «сава», «адти», «адти». Но по правилам санхи «адти» мы, «т» становится следующий глухой согласный, он делает из «д», звонкого «д» глухой «т». Получаем «адти». Знаменитый глагол «вид» также, видите, в последней колонке, глагольный корень «вид», от которого произошли слова «веды». В третьем лице единственного числа – это «ветти». «Ветти». То есть «вид» там становится «и» становится «уной», как бы скрещивается, это отдельный момент, но «и» становится «э» вначале, получается «ветт», и потом прибавляется окончание «ти» и получаем «ветти». «Ветти» тоже часто используется в «аквардгитившем, а «багатом» встречается «ветти». Известный глагольный корень «ас» – «быть» тоже второго класса. Получается «асти». «Он есть» или «она есть» или «оно есть». «Асти» – это второй класс. Схарактеризуется тем, что никакой сутфикс вообще не прибавляется. Третий класс интересен тем, что происходит так называемая «абьяса». «Абьяса», что… «абьяса», как мы знаем из «багавадгита», из «патанджали сутр» означает «повтор». «Абьяс» означает «повтор». И здесь глагольная основа повторяется. Вот, например, глагольный корень «ху» означает «совершать ягью». Вот, когда он применяется в том или ином времени, с ним происходит удвоение. Вот, когда мы хотим сказать, в начальном, в настоящем времени он совершает ягью. «Са», «саха», «он», корень должен был бы удваиваться, мы получили бы «ху-ху-ти», «ху-ху-ти». Но потом еще срабатывают определенные правила. Первая часть этой «абьясы», «повтора» должна стать «звонкой». Получается вначале «джу-ху-ти», а потом еще и «джу-ху-ху-ти» по дополнительным правилам. Но сам принцип. Сам принцип. Мы видим, что происходит удвоение. С некоторыми потом модификациями. Как мы видели, например, удвоение у нас было в прошедшем времени, в перфекте, в лите. Там тоже есть удвоение для всех глаголов, для любых глаголов. А вот в настоящем, вообще во всех временах для глаголов третьего класса происходит вот это удвоение. «Джу-ху-ти». «Джу-ху-ти», получается форма «джу-ху-ти». «Са-джу-ху-ти», он совершает ягью. «Твам-джу-ху-си» было бы, но мы говорили, что «с» перед гласной отличной от «а» становится «ша». «Будет джу-ху-ши». «Джу-ху-ши», как в этом стихе Багавад-гиты. Где-то я его подкладывал. Сейчас. Секунду. 9.27. Вот он. Итак, здесь вот этот глагол «джу-ху-ши», «джу-ху-ши», как здесь переводится, «отдаешь». Ну, буквально… Нет, это «да-да-да-си-а-да-ешь». Предлагаешь. Предлагаешь. То есть предлагаешь как жертвоприношение. «Джу-ху-ши». Это вот глагольный корень «ху». Он претерпевает здесь удвоение. Становится «джу-ху». «Джу-ху-ши». Соответственно, «ахам-джу-ху-ху-ми». Я предлагаю что-то Господу, совершаю дядю, было бы «ахам-джу-ху-ху-ми». И что интересно, здесь оказался еще один глагол этого же класса, третьего класса. Вот глагол «да-давать». Тоже произошла «абьяса». Тоже произошла «абьяса». И только первое, так же в «абьясе» всегда, если в основе был долгий гласный, в его удвоении, которое приписывается вначале, уже долгота пропадает. Долгота пропадает. Гласный становится «храсвой», то есть кратким. Получается «да-да-си». Соответственно, в первом лице единственное число «да-да-ти». Как в нектаре наставления. «Да-да-ти», «да-да-ти», «против-крип-н-ти». Вот это «да-да-ти», «да» – это глагол третьего класса. У него перед тем, как прибавить стандартное окончание «ти», для парасмаглады происходит «абьяса». Получается «да-да-ти». «Да-да-ти». Где еще это «да» используется глагольный корень? В Багавадгите 10.10, да? Кришна говорит 10.10, да? Да, дадами, дадами будды йогам, да. Я даю будды йогам, то же самое. Там «дадам», да, глагольный корень, с ним случается абьясом. Мы таким образом получаем искомую форму глагола. «Дадати», «дадаси», «дадами». Это третий класс. Ну, мы вкратце пройдем еще. Видите, здесь 10 классов. Мы не можем каждый рассматривать подробно, но можем так пройтись обзорно. Прежде всего, есть ли какие-то вопросы по тому, что мы сейчас на данный момент рассмотрели? Еще раз скажу, что классы глаголов, они характеризуются тем, что появляются те или иные дополнительные преобразования, те или иные вспомогательные суффиксы появляются или не появляются, либо же происходит, вот как в случае глагола третьего класса, такое исключительное событие – это удвоение глагольной основы. Пожалуйста, я что-то перепробую. Все вот эти примеры, последняя колонка, все эти примеры – это для парасмайпада, я так понимаю. Да, вы знаете, да, все для парасмайпада. И для атмайпада было бы «да-да-те». Да-да-те, если бы этот глагол был «убайопада», то есть он мог быть в парасмайпаде и в атмайпаде. То есть глагол «да», мы можем сейчас посмотреть. Ну, я просто о принципе. Сам принцип, да-да-да. Я не хотел отклонять вас, но сам принцип. Я думаю, что «да-да-да», именно глагольный корень «да», он только в парасмайпаде используется. Не припомню форму «да-да-те». То есть если давать, то как-то уже кому-то… Да-да, я понимаю, правильно. Подразумевается. Хотя это не такая недогма, я думаю, что… Не знаю, возможно, наверное, контрпримеры на этот принцип. Ну, да, это все формы первое лицо, единственное число парасмайпаде. Мне как-то проще с ними. Соответственно, второе лицо окончание «си» или «ши». И первое, как по-нашему первое, а в санскрите «выше», «уттамапуруши» будет «ми». Давайте посмотрим еще вкратце по остальным классам. «Дивади» – глагольный корень «див» означает «играть». Это характерный глагол для четвертого класса. Прибавляется суффикс «я» вспомогательный. Мы не говорим просто «дивти» – «играет». Мы говорим «дивятий». Еще в каких-то случаях это «а» становится долгой. Надо проверить. Честно говоря, я бы проверил, долго ли она тут на самом деле. Как бы я не ошибся. Но, да, это «я». Ставка суффикса «я» – «дивятий» или глагольный корень «дивятий». К этому классу, к четвертому, также относится «садых», «двигаться к цели». «Двигаться к цели». Отсюда слово «садана». «Он», «садаятий». «Садаятий». Здесь тоже вставляется вот этот суффикс «я» вспомогательный. Не знаю, сейчас не скажу, по какому правилу там еще появляется «а». Получается «садаятий», а не «садаятий». Сам принцип, что для глаголов этого класса прибавляется вспомогательный суффикс «я». Интересно. Далее, пятый класс. «Суади» или «свади». «Суади». Глагольный корень «су» – «давить сок». Прибавляется к этим глаголам промежуточный суффикс «но». Мы получаем «сунотий». «Он делает сок», «она делает сок». «Сунотий». Не «сутий», но «сунотий». Глагольный корень «шак». «Шак» – это то, что в английском «кэн» или «мочь», «иметь способность». Мы не говорим «шакти». Такое слово тоже есть. Но глагол будет «шакнотий». Часто боговодители «шакнотий». Кто-то может «шакнотий», «ты можешь», «шакноси», «шакноши». И «шакноми», «я могу», «шакноми». Арджуна говорит «ахам», «шакноми», «я не могу сохранить устойчивость ума». В первой главе «шакном», «нахам», «шакноми», «авастхатум», «не могу находиться». «Не могу находиться в устойчивом состоянии ума». Шестой класс «туд», «тудади», глагольный корень «туд», «ударять». Здесь тоже «а» прибавляется. Казалось бы, он похож на первый класс. Да, но там есть еще и дополнительные. В других временах, в других формах там есть еще дополнительные аспекты, почему эти глаголы выносятся в отдельный класс. Но в типичных примерах они звучат, формы такие вот, как для первого класса. Он ударяет «са», «са», «тудати», «тудати». Или известный нам всем глагольный корень «крыш». «Крыш», «притягивать». Все вы знаете, какое слово происходит от «крыш». И «крыш», «кришати», «кришати», «он притягивает», «он тянет», «он вспахивает», «тянет плуг». «Кришаси», «ты вспахиваешь», «ты тянешь», «ты притягиваешь». «Ахам», «кришами». Глагольный корень «крыш», он относится к шестому классу. В седьмой класс «рудади» вставляется в суффикс «на» или просто «н», вспомогательный суффикс «на». В восьмом классе появляется «у» или «о» вспомогательный суффикс. Глагольный корень «тан» расширяться. Но более известный представитель этого класса – это знаменитый глагол «кры». «Кры» или в словарном варианте мы его найдем, как вот вы видите здесь в последней столбце «дукрин». «Дукрин» здесь вот эти «ду» и первая ставка «ду» и последняя «ни» – это так называемые индикаторы. Они прибавляются, есть ряд причин, иногда для упрощения произношения, иногда для того, чтобы отличить этот «кры» от других форм, от других «кры». Но вот это тот самый «дукрин», про который говорил Шан Карачари, что «нахи ракшити», «дукрин каране» в момент оставления тела вам не поможет умение спрягать глагол «дукрин». Это «кры» делать, действовать. Отсюда глагольные формы «кароти», «короши», «кароми», «ким каром, я хам», говорит Мадавен Дропори. «Что же мне делать», «кароми», «кароти». Ну, кстати, в этом стихе «багалагиты», который мы только что вспоминали, 9.27, здесь тоже есть «каро», «кароши», «дяд Кароши», «что бы ты ни делал, Кароши». Вот интересно, а вот «аш» на «си», «аш» на «си», «аш» вкушать, здесь «на» располагательный суффикс появился. То есть мы можем предположить, что это глагол, ну, возможно, это глагол седьмого класса. Нужно посмотрим в таблице потом. Вероятно, это глагол «растут в трекус». А может быть и девятого. Может быть и девятого. Девятого прибавления как раз долгого «на», «на» с долгим «а». Называется «кри-кри-яди», «кри-ади». Тоже по правилам санки «кри-ади» становится «кри-ади». И тут тоже это глагол «кри», но уже не «кры», который делать, а «кри-и». «Кри-и» не «кры», но «кри-и». И тоже он обозначается схожим образом через «ду» и «нь». Он «ду-кринь». Глагол «покупать». Он покупает «кри-на-ти». «Кри-на-ти». Еще «эн» здесь, видите, она становится церебральной «эн» после «и». «Кри-на-ти». Известный больше нам пример – это «грих-на-ти». «Грих-на-ти» – от глагольного корня «грах» принимать. «Додать» и «прати-грих-на-ти». «Грих-на-ти» – принимать. «Прати-грих-на-ти» – принимать в ответ. Мы говорим не «грих-ти», но «грих-на-ти», поскольку это глагол девятого класса. Десятый класс – «чур». «Красть». Здесь прибавляется суффикс «ая». Сначала «чур» становится «чором», то типичный случай, когда происходит операция гуны. «У» становится «о», соответственно «и» становится «э». И получается «чор», а потом еще прибавляется этот суффикс, мы получаем «чоро-я-ти». Он ворует. Глагольный корень «катх» сюда же относится. Мы получаем форму «катха-я-ти». «Катха-я-ти» – он рассказывает. Рассказывает «катха-я-ти». Вот таков принцип, я надеюсь, что стало немного яснее, что такое десять классов глаголов. Так, десять классов глаголов соответствуют определенным дополнительным преобразованиям, которые претерпевают глагольные формы, прежде чем мы прибавим уже табличное глагольный суффикс или глагольное окончание, чтобы получить форму того или иного времени. Вот на примере настоящего времени лад первого лица единственного числа. Мы посмотрели, как действует вот этот принцип, как вставляются те или иные вспомогательные вставки, суффиксы «адеша». Также мы называли «адеша» – то, что вставляется. Если какие-то вопросы или дополнения по этому материалу. Хотели посмотреть глагольный корень «h». Давайте глянем вот эту укладку «h». Таки, какого он класса? Вот он «h». Боджане. Видно? Видно? «h». У него тоже индикатор «a», который потом не произносится, он не используется. Но тоже для того, чтобы… Индикатор. Он не произносится. Иногда для удобства произношения, иногда для того, чтобы отличить от других «h». Видите, как здесь, например, тоже есть «ashun». Ашун. Но это уже другой «h». Тоже «h», но другой. Пронизывать или получать. Но «h». Боджане. Сразу понятно, да, объяснение. Это именно наш случай. Глагольный корень есть. Он девятого класса и пара смайпада. И мы еще раз посмотрим нашу таблицу, что такое девятый… Что происходит для девятого класса. Для девятого класса. Вот наш девятый класс. Да, вставляется «на». Вставка «на». Это девятого класса. Поэтому мы имеем форму «ashna-ti», «ashna-si», «ashna-mi». Точнее, «ashna» с долгим «a». Правильно говорить «ashna-ti», «ashna-si» и «ashna-mi». Где это используется «ashna-mi»? Помните «ashna-mi»? «ashna-mi» Кришна говорит «я ем». «ashna-mi» проэтатманаха. А то, что сдобрено любовью, то я ем «ashna-mi». Девятый класс. Да, я думаю, что я ошибся по поводу того, что я пашyati занес в первый класс. Давайте посмотрим, дрыж, к какому классу он относится. Хотя с этим глаголом все, конечно, весьма непросто. Давайте сейчас мы уже, чтобы раскрыть точки на «i». Так, «d» у нас ближе к концу. Нет первый класс. Первый класс. Тогда все ошибки нет. Но «dryj» становится «pash». «Dryj» становится «pash». Или глагол «pa» пить, он становится «pib». Он становится «pib», и у нас получается «pibati» пьет, «pibasi» пьешь, «pibami» пью. Хотя глагольный корень «pa». То есть он сразу же таки. Ну, сдриж вообще в отдельной ситуации. Видите, он сразу такое... С ним происходит такое преобразование, он становится «pashya». Также номинально... Да, первый класс – паросно-пады. И, соответственно, для каждого глагола мы можем видеть, можем прочитать, к какому классу он относится. И, соответственно, он паросно-пада, атманы-пада, либо же убоя-пада. То есть может принимать формы как ту, так и другую. Например, сейчас найдем здесь наш любимый «badge». Вот здесь «badge». Видите, есть «badge» «sevayam». «Badge», который отвечает за служение. Он первого класса, и он у боя-пада. Поэтому он может быть как «badge-ti» и «badge-t». Но есть «badge» и десятого класса «давать». Давайте посмотрим, для десятого класса что у нас. У нас «aya» вставка. То есть будет «badge-a-ti». «Badge-a-ti» дает «badge-a-si», «badge-a-mi». Для десятого класса вот такая вставка. Вот так. То, что я хотел сказать по классам глаголов. По классам глаголов. Сегодняшняя тема. Пожалуйста, на депричную пробу. А можно по этой табличке вопрос? По дату-падхе? Да, да. И обозначение, вот вы говорили «сак» – это «сакармака». Да, «сакармака» – глагол, у которого есть объект действия. Вот так. Аст, вот эти «анит» там. Да, с «анитом», «анит» и «сет», думаю, как попроще сказать. Есть еще, у каждого глаголов есть еще разновидности. Есть некоторые времена глаголов, которые называются «сарва-датука», а есть такие, которые «арда-датука», «джива-гасвами» называет их «кришна-датука» и «рама-датука». Ну, так или иначе, во втором типе глаголов «арда-датуки» или «рама-датуки» вставляется еще вспомогательный суффикс «и», например, «бавиш-я-ти». Когда мы в будущее время от «бу», у нас было бы «бав-ся-ти», но вставляется еще «и», получается «бавиш-я-ти». И вот те глаголы, для которых это «и» вставляется, это «сеты», а для которых это «и» не вставляется, это «аниты». Ну, так, если вкратце, это «аниты» и «сеты». Это указывает на то, будет ли вот эта вставка дополнительного «и». «Ак-кармака», да, «акармака», без «кармы», без «объекта», то есть «увеличиваться». Вот здесь видите «брых», «брых», «вридау», «бридхи», усиление, расширение. Получается, ну, то есть увеличивается, но нет, то есть нет объекта у этого глагола, да. Да, что-то увеличивается, но, ну, можно сказать, там, искусственно увеличивается до чего-то, к чему-то, но непосредственно у глагола нет, получается, нет объекта, на который направлен этот глагол. Или вот «бру», да, нет, «брих», 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 очевидно, отсюда происходит слово «брихат», да, тоже «акармака» увеличивается или «звучать», да, «звучать». Что-то звучит, да, «вача», да, речь «брихатии», речь звучит, но она звучит, да, но мы не можем сюда представить какое-то еще чувствительное подвите или как-то, или в другом падеже, чтобы, ну, я думаю, принцип понятен, да, что «акармака» – отсутствие кармы, «сакармака», когда есть карма, вот как здесь у глагольного корня «будх», да, «бодане» – у него есть объект. То есть если «understand», если понимать, то что-то понимать, да, а то понимать что-то. Ахам, шастрам, бодами, да, я понимаю шастрам, например. Шастрам будет уже объектом, так, или кармой. Вот, теперь вы знаете, как пользоваться, по крайней мере, что означает здесь все, вот в дату-падхе, глагольный корень, его объяснение в саптаме, в падеже саптаме, да, плуш, плуш, дахе, то есть как бы дахе в горении, да, да, дахе гореть, да, жечь, бёрн, да. Жжет будет плушатьи, да, плушать. Это глагол «сет», и, то есть у него будет вставка вот этого, вероятно, в будущем времени, например, будет плушиш-я-ти, вставка «и», и сакармак, у него есть объект. Чё-то приобрал, пожалуйста. Я хочу спросить, ну, я понимаю, что это не практический вопрос, ну, так, просто мне интересно. Вот мы видим в транскрит, то есть три группы, начинаются три группы слов, потом 10 видов выголов, времена и прочее, прочее, прочее. И это как дерево, которое умножается, 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 как ядерная реакция, по сути дела. Ну, вот у меня такой вопрос, простите. А есть где-то конец этому? Вот эти, если человек выучил, сколько там, четыре тысячи или сколько, по Нине или сколько, доходит ли он до, что называется, bottom line? Или всё? Или это как бы… Или это просто современная версия, которая укороченная версия просто? Полагаю, что доходит. Ну, мы говорили, что Панини зафиксировал состояние санскрита, которое имело место на то время, когда он жил. Но, да, это весь, вся грамматика классического санскрита. Зная вот эти четыре тысячи сутр грамматики Панини или Джива Гаслами, можно образовывать все формы. Другое дело, конечно, что язык сам по себе динамичен и непрерывно развивается. Это понятно, что он развивается или наоборот, вот, скорее всего… Деградирует. Деградирует, да, да. Меняется. Ну, то есть, если вы говорите, если это на тот момент Панини зафиксировал, то это означает, были ещё изначальные какие-то вариации, но, по крайней мере, у нас нет доступа к этому, я так понимаю, да? То есть, он зафиксировал всё то, что позволяет прочитывать доступную на данный момент литературу или на свой момент литературу. Да. Хотя Панини также уделяет некоторое внимание так называемому ведийскому, изначальному санскриту, тоже, который уже как бы вышел из употребления, но он также его некоторые моменты упоминает. Санскрит вед, идийский санскрит, мы не сможем с помощью тех правил, которые мы сейчас изучаем, вот так легко его читать. То есть, там есть существенные отличия, и скажу честно, что я в них не силён. Панини упоминает отдельное глагольное время, которое называется LED, и говорит, что это чисто ведийское. Кратко обсуждают, вот чисто ведийское, и считается, что оно сейчас уже не входит в классический санскрит. Ясно. Спасибо. Спасибо, что такое пропало. Есть ли дополнения ещё? Мы закончили обзор, такой краткий обзор темы глаголов, глагольной системы. И нашим следующим разделом, о котором мы поговорим, будет креданта. О караке мы в синтаксисе, падежах, мы так, обзорно говорили о падежах, когда разговаривали о склонении имён. Возможно, мы ещё затронем немного эту тему, но, в принципе, у нас ещё есть такие важные разделы, которые мы не можем пропустить. Это креданта, самаса и тадхита. Думаю, что по нескольку занятий мы уделим тому, как, в частности, креданта, как имена образуются из глаголов, как имена образуются из глагольных основ. Я постараюсь подготовить материал к следующему понедельнику. Надеюсь, что у меня получится. Если вдруг я не успею подготовить, мы можем, мы что-то повторим или поразбираем стихи Бхагавадгиты, чтобы усвоить лучше то, что мы проходили. Или посмотрим, или начнём креданту. Это наша следующая тема. Большое спасибо за внимание и терпение. Тогда встретимся в понедельник. Панчака Петровиччак, или Пасин Петровиччак, по-тидному, он и бьёваешь на бьёваному. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...